Добрый день дорогие друзья! Пришло время нашего еженедельного урока и вот мы его начинаем. Надеюсь интернет нас не подведет и кто-то появится, объявится и мы начнем наше полноценное, небольшое полноценное занятие. В эту неделю, в эту субботу, прямо вот через два дня, мы читаем главу Лех-Леха, глава в которой начинается изложение жизни Авраама. Хотя, вот уже первый посетитель, добрый день. Хотя о Аврааме говорится в конце предыдущей главы, прямо вот в конце главы Ной, Ноах, говорится уже о Аврааме, но в основном, конечно же, начинается подробный рассказ, изложение о Аврааме именно в главе Лех-Леха. Глава очень важная. Ну и вы же понимаете, что Авраам, ну тогда он еще называл, имя его было Авраам, Авраам, потом было изменено имя. Авраам для еврейского народа фигура значимая, фигура, ну я бы сказал, главенствующая, да? Потому что именно Авраам, по существу, он первый еврей. Авраам, когда спрашивают, а кто такой первый еврей? А Адам был первый еврей? Нет, Авраам не был первым евреем. Первым евреем был как раз, нет, спрашивают, Ной был первым евреем? Говорят, нет, Ной не был первым, и Адам не был первым евреем. Первым евреем был Авраам. Авраам. Откуда мы это учим? Мы это учим прямо вот из книги Берешит, из книги Тарг. Если вы откроете Берешит, 14 главу, 13 стих, там прямо и написано. «Вияво гаппалит ваягет ле Авраам га Иври, и пришел посланник и сказал Аврааму Иври». Вот совершенно четко, ясно и откровенно сказано «Авраам Иври». Мы можем объяснять это слово, что такое «еври» от слова «лаавор», «перешедший из одного места в другое». Родиной Авраама был, как известно, Урк-Аздим, родом из Месопотамии. Ну, поскольку Авраам является прародителем многих народов, арабы считают, что Авраам является их прародителем через своего первого сына Ишмаэля. От наложницы Агарь. И евреи считают Авраама своим прародителем по линии Исхак. Авраам, Исхак и Аков – это вот линия евреев. Ну и поскольку Авраам – такая значимая фигура для нашего народа, естественно, хотелось бы разобраться в том, что с ним происходило. И, видимо, из этого, ну, можно узнать, какие непосредственные качества этого человека в дальнейшем повлияли на, в общем-то, на качество нашего народа, еврейского народа. Видимо, много качеств. Много качеств Авраама, которые описываются здесь, через его поступки, действия, которые достались нам в наследство. Я хочу поговорить об одном, как мне кажется, наиболее важном свойстве, важном качестве, которое начинает проявляться именно с этой главы Лех-Леха. Вернее, в конце уже главы Ноах там есть упоминание, но главным образом в этой главе. Я просто убежден в том, что главной движущей силой всего человечества во всем является отношение мужчины и женщины, женщины и мужчины. Вот эти вот отношения по существу, я полагаю, в общем-то, самые важные. И именно они являются тем самым двигателем всей жизни. Всей жизни. Человек так построен, так застроен, так создан, что именно мужчина и женщина составляют целостного человека, как сказано, и создал человека. Мужчину и женщину создал их. То есть человек, то, что называется Адам, был создан таким двуначальным, мужчина и женщина, вот это и был Адам. Потом вот этот Андроген, видимо, был разделен по какому-то поселло, то, что называется, по грани, был разделен на две части. Одна часть стала называться Адам, и это уже стало имя собственное. Мы говорим муж, мужчина. И вторая Иша, жена его была сделана. Мы говорим там Ева, Хава, ну по-разному. И вот эти вот две половинки в дальнейшем, обретая друг друга, создают некую новую целостность, которая называется дети. Они сливаются воедино, и возникает, естественно, потомство, продолжение жизни. То есть в этом, в общем-то, весь принцип существования. Поэтому мне кажется, что отношения между женщиной и мужчиной, и мужчиной и женщиной, это главенствующие отношения. И если уже в чем следует разбираться, то, в общем-то, надо разбираться в них, и, в общем-то, всю жизнь и с той, и с другой стороны, и с мужской, и женской. Мы разбираемся в этих отношениях, пытаемся поглубже в них проникнуть, пытаемся их застроить и говорим о том, что вот именно вот эти два начала, мужское и женское, составляют, в конце концов, семью, порождают потомство и создают целостную, полноценную жизнь. Так вот, поскольку, на мой взгляд, Тара – это книга «Богоданные», и она описывает, по существу, все главные процессы, происходящие в жизни человека, то она должна описывать и вот эти вот отношения между мужчиной и женщиной. Действительно, Тара описывает эти отношения, и особенно они проявляются вот в главе Лех-Леха. Ведь чем заканчивается глава Ной? Вот глава Ной, вот прямо я вам читаю, там очень интересно. Я читаю сейчас одиннадцатая глава, двадцать девятый стих. Сказано. «И взял Авраам в Нахор, Нахор – это его брат, себе жен. Имя жены Авраама – Сарай, и имя жены Нахора – Милка. И обе они были дочерьми Гарана – Милка и Иска. Иска – второе имя, или первое имя, как хотите, Сарай, и ее звали Иска. Тоже очень интересное имя. Значит, здесь говорится о том, что вот два брата Враам и Нахор взяли себе в жены дочерей третьего брата Нахора, третий брат. То есть они по существу двоюродные братья и сестры. По нашему закону это не запрещено, а до дарования Тары вообще не было такого запрета на родственные какие-то отношения. И вот здесь говорится о том, что мужчина берет в себе женщину в жены. Это сказано впервые. В Таре вот нигде до этого не говорится о том, что мужчина берет в себе в жены женщину. Но имеется в виду, видимо, что там возникают женщины, мужчины. Но там ведь всякий раз, когда происхождение людей перечисленное, о ней говорится, вот такой-то родил такого-то, вот такой-то родил такого-то. Такое ощущение, что мужчины рожали вот до определенного времени, до потопа. А вот уже сейчас, начиная с Авраама, Авраам 10-е поколение после Иноя, мужчина взял в жены женщину и, видимо, теперь уже начнут рожать женщины. Так что вот именно с этого момента начинают меняться отношения между, по крайней мере, начинают меняться проявления этих отношений, записанные в книге Тары. Потому что я фиксирую только текст. В тексте впервые указано, что мужчина взял женщину в жены. Как раз в конце главы Ноах. И дальше, на протяжении всей нашей главы Лех-Леха, Иди себе, очень интересно рассматриваются отношения между Авраамом и его женой. Ну и потом его наложницей тоже. Я разберу только один очень, так скажем, спорный, скользкий момент, который многие не понимают, как истолковывать. Авраам, Сара и их работники, рабы, и все вместе, все, что у них есть, они приходят в землю Кнаанскую, и там наступает голод, как известно по сюжету. И тогда Авраам и его жена спускаются в Египет, Мицраем. Ну, видимо, там голода нет, там есть какая-то еда. И вот, когда они приближаются к границе Мицраема, Египта, вдруг Авраам, обращаясь к Саре, говорит ей очень интересные вещи. Я читаю 12 главу, ну, прям можно читать, начиная с 11 стихотворения. Знаешь, как и было, когда они приблизились, чтобы прийти в Египет, и сказал Авраам Саре, или ее тогда звали Сара еще, до изменения жене его, вот, знал я, что ты, женщина, внешне очень красивая. И будет, когда увидят тебя египтяне, и скажут жена его, вот, они убьют меня, а вот тебя оставлю живой. И дальше есть очень странное предложение. Скажи, пожалуйста, что я брат твой, и во имя этого написано, лимаан и тивли, и во имя этого мне будет хорошо, и благодаря тебе я останусь в хайтановши, и благодаря тебе душа моя будет жить. из-за тебя. Ну, и дальше ситуация известна, они приходят, действительно, в луге фараон обращает внимание на красоту этой женщины, забирает ее к фараону, и фараон собирается сделать ее очередной женой. А как бы якобы брата, ну, якобы она же сказала, что этот человек ее брат. Он действительно ее брат. На самом деле он, она даже не обманула, потому что они брат и сестра, мы же выяснили, что они брат и сестра. Просто как бы акцент бы сделал на том, что да, это брат, это не муж, это брат. Ну, исторически это понятно, потому что если бы это был муж, то мужа нам нужно убить и забрать вот эту женщину уже свободную для своего правителя в жены. Если же это брат, его убивать нельзя, с ним нужно договариваться, засылать сватов, просить руки и так далее, а ему в награду давать всего всякого. А значит, вот, видимо, такая уловка была сделана. Она все это сказала. Через некоторое время там Всевышний явился фараону во сне и предупредил его, что он не должен брать эту женщину, что она на самом-то деле жена Авраама. Ну, и далее известно, что фараон, испугавшись, отпускает ее. Он награждает Авраама всякими богатствами, сладами и прочее, и отпускает их, и они уходят. Понятно, что эта ситуация, ну, с нашей точки зрения, вот с обыденной, с точки зрения этого сюжета, ну, она выглядит не очень лицеприятно, да? То есть, ну, вот, мужик крепкий достаточно, он был крепкий Авраам. Он прячется за спину вот этой вот женщины. Он, с одной стороны, должен прийти в Египет, поскольку голод, ему нужно где-то что-то поесть, купить. А с другой стороны, он не знает, как ему поступить. И он за счет своей жены пытается, во-первых, выжить, а во-вторых, обогатиться. Ну, как-то это вот не по-джентльменски, можно так сказать. Не по-рыцарски, в общем-то, да. Странная ситуация. Как это все объяснить? Понятно, что, помимо явного смысла, мы об этом все время говорим, в Тари есть и намек на что-то, и скрытый смысл, и прочее, и прочее, и прочее. Но я рассматриваю данную ситуацию совершенно в другом контексте. Как начало отношений мужчины и женщины. Ведь все, что описано в Таре, и если так это внимательно рассматривать, особенно в первых главах, понятно, что Всевышний сотворил вот всю эту жизнь, сотворил человека, поместил его сначала в райском саду, который насадил специально в Эдене, там сад этот в Эдене был, всякие поручения дал человеку, с чем-то человек справился, с чем-то не справился, и потом человек был определенным образом выдворен из этого места. Ну, прежде ему, конечно, одежды дали, то есть плоти, кровь, и он был изгнан из этого райского сада с тем, чтобы жить вне. И на пути к древу жизни был поставлен ангел-хранитель, смечен и прочее, чтобы человек не мог вернуться и съесть от этого. В конце концов, все существование человека в дальнейшем, помимо того, чтобы плодиться и размножаться, будет заключаться в том, чтобы исправить вот этот самый первородный грех и вернуться обратно в райский сад, в Ганеден. Ну, и все это должно занять каких-то там 7 тысяч лет. Вот главная наша задача и все человечество занимается тем, что мы исправляем первородный грех, собираем вот эти осколки разлетевшейся души Адама, первого человека, вместе и пытаемся вернуться, исправившись, в то состояние, в котором были до грехопадения. Ну, видимо, в этом весь будет заключаться цикл всего творения. Это если в общем. И поэтому каждую деталь, каждую подробность нужно рассматривать, как мне кажется, вот в призме вот того, что я сейчас сказал, в свете того, что я сейчас сказал. Исправление и возвращение. Когда Всевышний создает мужчину и женщину, да, эзерканикдо сказано, помощника против него, помощника, когда за, против него, когда они в конфликте. Что он им говорит? Там есть очень интересное такое пожелание, не пожелание, благословение. Всевышний говорит, что вот с этого момента мужчина, Адам, он должен покинуть отца и мать, и он должен прилепиться к своей жене. Мужчина покидает свой отчий дом и прилепляется к своей жене. Доменчатый. После грехопадения опять-таки сказано нечто совершенно другое. Сказано, что и женщина будет испытывать страсть к своему мужу, она прилепится к нему, и он будет ею управлять. Отношения меняются буквально на противоположные. Вначале мужчина оставляет свою семью и прилепляется к своей жене, и она его самый главный помощник. После того, как они совершили грех, и должны быть изгнаны, наоборот, все. Женщина теперь должна прилепиться к мужу, она испытывает к нему некую страсть, тягу, и он ею управляет. Он ею управляет. А она вот в муках должна рожать. Значит, система отношений до грехопадения одна, после грехопадения совершенно другая. Замечательно. Это мы запомнили. Когда мы приближаемся к всемирному потопу, одной из главных причин всемирного потопа, что сыны великих наблюдали дочерей людей, и они им нравились, они были красивы, и эти сыны великих, имеется в виду судьи, правители, царей, они брали себе в жены, кого хотели. То есть, желание женщины было, ну, неважно, так скажем, незначительно. Незначительно желание женщины было. Кого эти сыны великих захотят, того и не берут. То есть, мы видим, явная такая патерналистская доминанта. Мужчина важнее женщины. Его желание доминирует над всем. Да, и в дальнейшем также и будет говориться, что этот родил этого, и этот родил этого, и все по мужской линии как-то так идет. А про женщин мы как-то совершенно забываем. Единственное, что будет потом сказано, что появится одна дочь в линии Каина, да, Нуами, Нуами, вот там будет указано, что по линии Каина будет рождена вот много-много сыновей, одна дочь Нуами. Ну, мы знаем, что в дальнейшем именно Нуами становится женой Нуаха, Ноя. Так что по женской линии мы все идем от Каина. Происходим, человечество происходит от Каина. А по мужской линии от Шета. Вот Шета третьего сына и Энуша по этой линии. Значит, до грехопадения мужчина оставляет свою семью, муж оставляет свою семью и прилипается к своей жене. После грехопадения все наоборот. До потопа доминантен мужчина, он самый главный, его желание, закон для всех, и, собственно, он и есть причина порождения поколений. Он. Там только так и указано. И вот, наконец, мы приходим к Ноевому ковчегу и там уже говорится о том, что Ной и его жена, сыновья и их жены, как-то так упоминаются жены, хотя мужские имена указаны, женские имена не указаны. То есть, жена там Ноя и жены сыновей. Имена сыновей и Ноя нам известны. Имена жены нам неизвестны. Крайне рифтаре они не указаны. Тоже своеобразные отношения. И вот, когда мы, наконец, доходим до Авраама, есть имя мужчины, есть имя женщины, которую он берет в себе в жены. Значит, взять женщину в жены, это значит прийти, сделать ей предложение, то есть, уже каким-то образом соотнестись. Не просто пришел и взял кого хотел. До потопа написано пришли и брали кого хотели. Вот, видели, нравились и не спрашивали. Тут, видимо, если он пришел со своим братом и решил жениться, взять жены этих женщин, он с ними, ну, по крайней мере, должен поговорить с ними, или, я не знаю, с их родственниками, как-то. По крайней мере, возникает уже другой процесс. Замечательно. И вдруг мы видим такую ситуацию, когда возникает некая опасность, Авраам обращается с просьбой, Авраам обращается с просьбой, он не приказывает, он просит свою жену сказать, что она его сестра. И благодаря этому он останется жить, душа его останется жить, и даже они будут пребывать в некоем благополучии. Что я усматриваю? В этот момент, как мне кажется, происходят интереснейшие события. В этот момент отношения между мужчиной и женщиной меняются на противоположные. Ведь не мужчина здесь доминантен, мужчина начинает зависеть от своей жены. Мужчина обращается к ней с просьбой, она ему может отказать, он не приказывает ей, он просит ее, он просит во имя ее, написано Беглялех, благодаря тебе я останусь жить. То есть мы видим очень интересный момент, когда отношения мужчины и женщины меняются до, на те, которые были до грехопадения. Мужчина оставит свою семью и прилепится к женщине, женщина его главный помощник, он будет к ней обращаться. ведь так не было до потопа, так не было после изгнания Израиля. Вот здесь становится. Значит, с моментом возникновения еврейского народа, потому что Авраам это первый еврей, первый еврей, вдруг возникает очень важное в отношениях между людьми, между мужчиной и женщиной, мужчина может приобрести некую благодать, может спасти свою жизнь благодаря женщине. И вот мы это здесь четко и ясно видим. Он даже не просит ее обмануть, действительно, он ее брат, он действительно ее брат, по родословной. Значит, вот здесь создается в Таре некая ситуация, некая зависимость, в которой мужчина теряет свою доминантность, а женщина наоборот приобретает. Ведь, смотрите, то, что происходит с Авраамом Миссарой в дальнейшем прокладывает путь будущему народу, ведь будущий народ должен будет прийти в Египет, спуститься в Египет, а будущий народ формируется именно в Египте и под крылышком фараона. Мы же помним, как эта вся история с Йосефом будет происходить. Именно под крылышком фараона появляется Муше, который выведет этот народ из Египта. И я понимаю, что в данном случае Авраам и Сара они строят, застраивают эту дорогу, по которой в дальнейшем пройдут их потомки. И это очень важно. Но опять-таки я обращаю ваше внимание, я-то делаю акцент на другом, я делаю акцент на том, что в данном случае Авраам ставит себя в зависимость от Сарай. Благодаря тебе я буду жить, душа моя будет жить, и мы будем благополучны. И в этом я усматриваю именно изменение отношений между мужчиной и женщиной в сторону тех, которые были до грехопадения. и это чрезвычайно важно. И в дальнейшем они начинают проявляться вот эти вот отношения, отношения к женщине, мужчины к женщине во всем, просто-таки во всем. Если мы будем просто просматривать и читать дальше, как все происходит, например, вот здесь известный эпизод, когда Аврааму сообщают, что его племянник, который жил не с ним, Лот, его племянник, он находится в плену, что есть там война известных четырех царей из Месопотамии, которые пришли воевать с пятью царями, живущими на берегу Соленого моря. И поскольку его племянник Лот жил там, где Содом и Гоморра, там его были палатки, они разошлись с Авраамом, известно, после возвращения из Египта. Авраам и его ученики бросаются в догонку, чтобы спасти своего племянника. И он выигрывает войну, и он возвращает все, что было забрано вот этими четырьмя царями, он возвращает. И там есть замечательный, интересный момент. Значит, сказано, что когда вот эти четыре царя пришли, они, сказано, забирают все имущество, всех, написано так, всех людей, да, вот написано, я читаю, четырнадцатая глава, одиннадцатый стих, сказано так, и взяли все имущество Содома и Гоморы, да, и всю их еду и ушли. И также забрали Лота и все его имущество, и Лот, он был написан братом Авраама, и ушли. И дальше вот посланник приходит к Аврааму и сообщает ему об этом, и Авраам бросается вдогонку. И когда Авраам, победив вот этих самых четырех царей, все возвращает, там есть очень-очень интересная фраза. Ее нужно видеть глазами. И я читаю четырнадцатая глава, шестнадцатый стих, да. Веешеф эт кольга рехуш, Авраам, значит, после битвы, он возвращает все имущество. Вегам эт лот ахив, и также Лота, брата своего, у рехушо рехив, и его имущество верну. И дальше написано Вегам эт ганашим веэт гаам. А также он вернул женщин и народ. Впервые вот в тексте Тары сказано, ну, понятно, что война это способ обогащаться. И когда кто-то с кем-то воюет, они, конечно же, не идеологические проблемы решают, как в дальнейшем, а чисто экономические проблемы, они захватывают много богатств, много пленных, и это самое важное. И когда вот здесь написано выше чуть, кого они захватили, написано, что они захватили имущество, все, видимо, сюда включаются и люди, потому что люди как имущество, они становятся рабами, раба-то имущество, и еду, имущество и еду, то есть живых людей, скот, я не знаю, оружие, вещи, ну и плюс еду. Когда же Авраам все возвращает, он вдруг, Тара вдруг пишет, что он возвращает женщин и народ. Специальный акцент делается, что он возвращает женщин, и опять-таки мне это говорит о том, что у Авраама особое отношение к женщинам, не просто так, особое отношение, да, и когда дальше у Авраама, ну, нет детей, ни у него, ни сарай, нет детей, сарай ему приводят наложницу, тогда, тогда было так принято, что если нет детей, можно привезти наложницу, служанку, служанку в наложнице, сама сарай приводит эту агарь, она служанка, сарай в наложнице, и вот там наложница начинает себя после этого вести неподобающим образом по отношению к своей госпоже. И вот тогда сарай приходит к мужу, и впервые есть диалог между мужчиной и женщиной, и женщина ему выговаривает, что смотри, это я привела тебе наложницу, и вдруг эта наложница начинает вести себя неподобающим образом, и ты вроде бы как к этому даже как-то потакаешь, или как? Давай так, чтобы Всевышний решил, кто, как и каким образом. И, знаете, Авраам говорит, да, сделай, как ты считаешь нужным. Сарай делает, как она считает нужным. Ведь в конце концов мы придем к тому, что когда сарай решает изгнать Агарь и Ишмаэля, первого сына, когда у него уже рождается Исхак, это будет в следующей главе, и она приходит к Аврааму и говорит, ты должен прогнать эту наложницу и своего первенца. И Авраам не хочет этого делать. И вдруг возникает голос с неба, пророчество, это в следующей главе мы прочитаем и сказано, слушайся голоса своей жены. И это не просто так, это не просто вот этот случай конкретный, он должен слушаться голоса своей жены в данной ситуации. Это принципиально мужчина еврейский должен слушать голос своей жены. Это принципиально. и в дальнейшем, когда мы начнем читать уже про Якова и его жен, там ведь очень интересно. Кто во-первых рожать начинают женщины, и это понятно, и это нормально, и кто дает имена всем двенадцати сыновьям, всем нашим коленам Израилю, кто дает имена? Имена дают женщины. А что такое дать имя? Ведь когда был создан первый человек и Всевышний стал приводить животных к нему, чем занимался Авраам? Чем занимался Адам? Адам занимался тем, что он называл животных определенными именами. Имя это сущность. То есть мы начали с того, что после грехопадения женщина теряет всякий статус, она становится полностью подчиненной мужчине, и в конце концов они изгнаны Израилю, но в конце концов процесс возвращения должен опять начаться и когда-нибудь мы должны вернуться. Так вот, главное в этом процессе, процессе возвращения тире исправления это как раз и есть отношения между мужчиной и женщиной. Когда эти отношения начнут меняться в сторону того, что мужчина перестанет быть доминантным, тогда потихоньку начнется исправление и мы начнем двигаться в сторону возвращения Ганедуну. И это как раз возвращение начинается именно с Авраама. Именно с Авраама, который, говорится, берет в жены женщину, а потом он становится от нее полностью зависимым, и его благо, и его жизнь становятся зависимой, связанной с ее поведением, и ее слово становится доминантным, потому что она рожает в конце концов детей, и она дает им имена. Так что судьбу нашего народа во многом в дальнейшем начнут определять именно женщины, и это замечательно. Поэтому, когда искажается природа отношений мужчины и женщины, рушатся цивилизации. Это так, это так. И поэтому наш век, когда, к сожалению, эти отношения сильно искажаются, во-первых, рушится семья, во-вторых, мы никакого исправления не сможем никак вернуться в Ган-Эден, потому что мы должны вернуться в состояние до грехопадения, иначе цикл творения не закончится. Так вот, об этом я хотел вам рассказать, о том, что именно начиная с нашей главы, главы Лех-Леха, вот таким образом интересно начинают возвращаться отношения. Знаете, как в самом начале и был вечер, и было утро, а потом после потопа и было утро, и был вечер, поменялось отношение ко времени, и у горы Синай оно снова поменяется, и там снова возникнет и был вечер, и было утро, и до сих пор евреи живут именно в этом режиме, и был вечер, и было утро. Также с отношениями между мужчиной и женщиной. До грехопадения, после грехопадения, во время потопа и начиная с Авраама. Начиная с Авраама, мы начинаем возвращаться к отношениям до грехопадения между мужчиной и женщиной. вот это вот я вам хотел рассказать сейчас я посмотрю я конечно не надеюсь что будут какие-то вопросы потому что в основном люди здороваются нет но это хорошо здороваться тоже замечательно да а вот понимаю что может быть сложно сформулировать да очень внимательным нужно быть при выборе супруга однозначно однозначно выбор супруга это выбор оставший выбор всей своей жизни муж и жена по существу определяют друг другу этот жизненный путь или это может быть рай или это может быть одно из двух или эзер помощники лико никто против него зависимости от того что происходит я вам желаю хорошей субботы шаббат шалом здоровья всем счастья и даст бог мы вот на следующей неделе снова увидимся до свидания